Город такой очень похож на обычный провинциальный город российский. Небритый приехал, думал, блин, ты чё чувак вообще? Первый раз, наверное, во всех отелях мы видим такой сервис. Их просто на миллион долларов. Ребята, за границей, это мы заграничники! Всем привет! Друзья, ну а мы сейчас находимся в Бойнос-Айресе. И тут на выходных устроили просто нереальную вежуху. Поэтому мы решили поехать и немножко попутешествовать по районам Бойнос-Айреса. Сегодня поедем с featuring ля-ля-ля-ля-ля-ля. А сейчас мы находимся в нашей любимой веганской кафешке, которая находится в Палермо-Сохо. Здесь очень много веганского и вегетарианских блюд. Вот, мы тут заказали очень вкусную пиццу Маргарита. Всё, что от неё осталось. Да, это всё, что от неё осталось. А также очень вкусные были эти, как шаурма, что ли, веганская, эспанада называется. И здесь, кстати, еще вкусные очень веганские десертики. Так что, друзья, все, кто приедут в Буэнос-Айрес, в этот район, Палермо, Соха, обязательно зайдите в эту кафешку, те, кто любит веганскую кухню, обязательно придите сюда, здесь очень вкусно кормят. Ну, а мы погнали! Машин, ну что, куда мы приехали, да, чего? Отель. В отель приехали, да. Отель называется Гран Бризо Ля Плята Хотель. Это один из самых прикольных отелей, самых высоких отелей в городе Ля Плята. Ну что, заселяемся туда и пойдем гулять по этому великолепному городу Ля Плята. Ну что, добра пожаловать? Вот это я понимаю двери 4-х метровой высоты. У этого отеля 9,4 рейтинг на hotels.com. Так, тут интересно очень расписали, куда нам что ехать. Давайте, друзья, залетаем. Смотрите, друзья, на 12-м здесь все подписано. На 12-м спа, на 13-м бассейн, на 11-м джим. Я предлагаю сегодня в спа сходить или насладиться массажем аргентинскому. Вообще молодцы, прям все прописали. Это комнаты, комнаты, комнаты везде, тут лобби. Все бесплатно. Все бесплатно, Мульшка, все бесплатно. Мы в Аргентине. Ну что, идем смотреть нашу комнату. Первая комната, вау. Друзья, смотрите, какой вид красивый. И у нас вид как раз на этот театр, здание театра. Так, здесь центральная вентиляционная система, друзья. Сегодня мы затестим, насколько хорошо она работает. Кстати, чтобы здесь уехать на свой этаж, вам нужно обязательно поднести карточку. Вот сюда, иначе не уехать. Вот такая безопасность в отеле. Все очень грамотно и продумано. Так, ну здесь явно жарче, друзья. Тут с этой стороны солнышко. И здесь явно нет. Тут хорошо, но просто жарко. Так, какой у нас здесь красивый вид открывается. Давайте посмотрим. А здесь у нас, девочки, смотрите, какой вид. Ну город такой очень похож на обычный провинциальный город российский. С хрущевками и так далее. С этой стороны, конечно, не такой красивый вид, как с той стороны. Но здесь зато будем видеть красивый закат. А вот и наш трогер. Павел, это очень удобно, когда закрытые язвы и открытые троги. А, видно, да, кто сидит, а кто не сидит. Это очень удобно. Ну что, пойдем смотреть. Открываем. Вот, ну вау. Да, ванна хорошая здесь. Большая прямо комната с туалетом, видер. И, конечно же, вот такая классная ванна и душ. Смотрите, мы снимаем нас, каков, из ванной. Ну, предметов из ванной. Здесь их четыре. Интересно, что будет? Дубная щетка? Ммм. Радись. Сейчас, давайте поменьше. Ну-ка, покажи машину. Ага. Идет. О, подождите, сейчас дубная фаста была. Да, сейчас, вот. О, может быть, с тумбоском, макияж, что-нибудь такое. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Бритва. Бритва. Продумай, на. Друзья, вот это уровень отеля. Увидели, что не бритый приехал. Думаю, блин, ты чё, чувак, вообще? Вот. Вот тебе бритва одноразовая. Вот тебе гель для бритья. Вот это уровень. Блин, первый раз, наверное, в всех отелях мы видим такой сервис. Причём лежала не в ванной комнате, а принесли отдельно. Так, а мы решили посмотреть весь отель. И сейчас едем на 11 этаж. Называется Джим. Вот это красота! Очень душное впечатление, когда ребята с ним занимаются. Никого нету, но вид просто на миллион долларов. Очень красиво, шикарно заниматься. И смотреть на красоту. Здесь супер душно. Такое ощущение, что здесь градусов 30, да? Но при этом есть кондиционер, да? Да, можно включить, да. Просто никто не включает, потому что нет необходимости. Но по джиму здесь всё есть. Первый раз мы видим площадь для бега на высоте, наверное, какой это был, 11 этаж. Вот, прямо написано ранен. Ребята, выходите и бегайте. Ну что, Маюш, погнали? Вот так по кругу можно наворачивать круги, вот, и гонять, тренироваться прямо на 11 этаже. Кстати, друзья, посмотрите, какая красота. Это, наверное, символ города. Ля Плята – это вот потрясающий такой собор. Безумно красивый. Ну, однозначно лайк. Очень прикольное место, очень красивый день. Мы сейчас находимся в джиме. И едем сейчас в спа заказать здесь массаж, да. И потом съездим ещё посмотреть бассейн. Кстати, выяснили, что breakfast, то есть завтрак, да, входит в стоимость нашего проживания. И выделено, то есть удобно, отдельным этажом, не надо искать на каком этаже. Да, просто я один нажал и поехал. Мы пришли в итоге в спа-сален. Очень классное место. И какая стоимость массажа здесь, в Аргентине, в городе Плята. И в таком прекрасном отеле стоимость массажа одного часа стоит 25 долларов на человека. Ну, целый час массажа, фулл-боди массаж, полное тело. То есть, ну, я считаю, это супер дёшево и супер очень выгодно. Здесь, в спа-центре, в этом есть сауна и бассейн в новом верху. И мы сейчас как раз поедем туда. А мы решили подняться по лестнице на самую высокую точку. И это вот. Там по-саленному? Там будет секретная комната. И вот это красота! Здесь просто пришёл, постелил себе полотенце и кайфуешь, наслаждаешься этим прекрасным солнышком, этим шикарным днём. Ну, однозначно лайк этому отелю. Это, наверное, лучший отель, в котором мы пока останавливались в Аргентине. Вот. Надеюсь, на этом мы не закончим путешествие по классным отелям. Вот. Так, сколько же в итоге стоил нам этот отель? Завтра обязательно снимем завтрак. Вот, покажем ещё. Но сейчас можно сказать, что это супер, ну, так скажем, хороший, классный отель. При этом цена за один номер нам обошлась в 90, примерно в 90 долларов. Что, конечно же, ну, я считаю, очень приемлемая цена. Это по неофициальному курсу. Если бы мы платили по официальному курсу, оплачивали бы карточкой, то мы бы заплатили 180 долларов, что куда, конечно, дороже. Поэтому платим наличкой, вот, экономим примерно в два раза. Вот именно такой показатель чистоты воздуха и СО2 должно быть в каждом номере любого отеля или в любом доме. Однозначно лайк за такую хорошую вентиляционную систему. Идеально чистый воздух, друзья. А мы идём завтракать. Let's go. Так, ну, доброе утро, малыши. Как вас дела здесь? Завтрак, конечно, огромное количество людей здесь сидит. Почти всё занято. Вот. Сейчас пойдём посмотрим, что дают на завтрак. Так, горячее молочко. Здесь фруктики. Гранола. Какое интересное. Вино и семечки дают даже. Прикольно. Молоко. Всякие колбасы с сыром. Так, это свежелыжатые соки, да? Амелла и сивы. А, супер. Выглядит хорошо. Так, здесь у нас что? Яичница, да? Ага. А здесь у нас что? А здесь у нас ничего. Ничего. Сосиски закончились. Аргентинская выпечка. Очень много разной выпечки, да? А здесь... О, тост можно сделать. Ну-ка, покажи, как это выглядит. О, прикольно. Сразу уже готовый вариант тосты. Прикольно, да. Я в печке. А тут еще хлебушек. Смотрите, какой интересный хлебушек. Ну, и тоже можно делать еще такой-то. Сахар разный. Да, это, наверное, какао. А это... А, нет, это чамана. Может, это корица? Это корица, наверное. А вот это сахар. Зен. Чай такой. А, и дзен-чай. Ага. Рязь, вода, кофе и молоко. Что молоко? В общем, вот такие... Такой небогатый завтрак можно здесь выиграть. Ну что, друзья, вот такой обзор отеля у нас получился. Отель нам супер понравился. Однозначно, это лучший отель пока во всей Аргентине, где мы останавливались. Обязательно пишите в комментариях, если считаете так же. Но нам он очень понравился. Так что, друзья, если вам понравилось это видео, то ставим лайки, подписываемся на канал. И всем пока-пока! Пока-пока!